Праздник весны, солнца и женской красоты. 8 марта расцветают все дамы без исключения. Каждый наденет свое любимое платье, забудет о работе и домашних хлопотах. А мы вам расскажем о женщинах, которым в рабочие будни приходится сложнее остальных. С одной стороны, они не ломают голову по утрам, чтобы такое надеть, а с другой, об эксклюзивных нарядах приходится забыть, ведь наши героини – женщины в форме. С прошлого года Ивановская пожарно-спасательная академия начала принимать в свои ряды не только парней, но и девушек. Представительницы прекрасного пола и раньше учились в академии, но в статусе студенток. Теперь же и женщинам дали право носить погоны. Екатерина Прыдкова, курсант 214-й учебной группы, она поступила в академию в прошлом году и оказалась в числе девушек-первопроходцев. Мысль, чтобы сюда поступить, у меня уже была давно. Во многом на меня повлиял мой папа, он работает тоже в структуре МЧС, мой дедушка работал в структуре МЧС. И у нас так получается, из поколения в поколение это все передается. У меня младшие братья сейчас подрастают, они тоже, надеюсь, будут учиться здесь. Строгая дисциплина, весь день по распорядку, построение. Никаких поблажек у девушек нет. Наравне с парнями они постигают сложности трудовых будней сотрудника пожарной охраны. Вначале было непривычно, потом уже и мальчики к нам привыкли, и мы привыкли к ним. И уже не чувствуется такого дискомфорта, как был раньше. На практических занятиях по первому звуку тревоги курсанты надевают боевки, каски и на бегу запрыгивают в пожарную машину. Хотя тревога всего лишь учебная, нужно быть готовыми к любой экстренной ситуации. Тут не покрутишься перед зеркалом, да и боевка совсем не похожа на вечернее платье. Однако девушку не пугают такие сдержки профессии. Когда я поступала, у меня возникало очень много трудностей, но мы не сворачивали своего пути. Я сейчас безумно рада, что я сюда поступила. Считаю, что мне очень повезло, и никакой другой бы путь я не выбрала. Если бы у меня была такая возможность, я бы опять пошла по пути. В Ивановской академии учатся представительницы республики Коми, девушки из Саратова и Рязани. Судя по такой тенденции, вполне возможно, что Иваново скоро будет не просто городом невест, а городом невест в погонах. УФСИН – одно из самых мужских ведомств, но и здесь прочно обосновались представительницы прекрасной половины человечества. Виктория – старший инспектор по работе с личным составом. В ее полномочиях подготовка кадров от абитуриентов до уже сложившихся сотрудников. УФСИН Викторию привел случай. По окончании института 25 лет назад ветеринар по образованию случайно узнала о вакансии в УФСИН. В коллектив, по большей части мужской, влилась без проблем и решила получить юридическое образование и связать свою жизнь с этим ведомством. Решение так оказалось знаковым. Здесь я встретила свою судьбу, своего мужа. У нас трое детей. В настоящий момент старшая дочь в шестом классе, двое детей, они первоклассники. Муж является сотрудником отдела специального назначения. То есть дома нам, наверное, в этом плане проще. Он меня понимает, когда я уезжаю в командировки. Я понимаю его, когда он уезжает в длительные командировки. И дети нас понимают. Виктория уверена, с тремя детьми как никогда начинаешь ценить время. Поначалу тяжело совмещать большую семью и работу, но потом привыкаешь. Начинаешь успевать везде. Дети от мамы тоже не отстают. Старшая дочь учится в музыкальной школе. Младшие ходят на борьбу. И тоже все успевают. Спорт, кстати, главная страсть и гордость Виктории. Спорт всегда в моей жизни присутствовал. И в институте, когда я училась, и в школе. И затем, то есть у нас это вообще по регламенту. Каждую неделю мы занимаемся спортом. Но все же ведомство мужское. И представительность прекрасного пола к соревнованиям по борьбе долгое время не допускали. Лишь три года назад у сотрудниц УФСИН появилась возможность отстаивать честь ведомства наравне с мужчинами. Теперь Виктория коллекционирует собственные победы. Гордиться действительно есть чем. Наверное, самое это. В 13-м году, в ноябре месяце, я заняла первое место на всероссийских соревнованиях имени Тазидинова в городе Казани. И я там же тоже у меня был... Присвоили мне кандидата в мастера спорта. В том году это международное соревнование на кубок УДКБ. То есть я была несколько раз участником этих соревнований. У меня два третих места. Любящая и заботливая дома. На работе она серьезный наставник. Дело иметь приходится с оружием. А тут не до шуток. Но Виктория всегда умеет, когда это необходимо, разрядить обстановку. Коллеги это ценят. Ну, конечно же, она очень позитивный человек и, скажем так, вносит положительные те моменты в нашей нелегкой службе. Воспитать не только троих детей, но и несколько поколений сотрудников УФСИН, заниматься борьбой, но при этом оставаться женственной. И даже работая в таком серьезном ведомстве, сохранить жизнелюбие и позитив под силу только настоящей женщины. Пытливый ум, внимательность. Такую даму ни один мужчина никогда не обведет вокруг пальца. Женщина-следователь. Ей по зубам даже самый крепкий орешек преступного мира. Ведите себя законопослушно, чтобы вдруг не оказаться у нее на допросе. Легкой походкой она направляется в свой рабочий кабинет. Компьютер, бумаги. Ее работа может показаться заурядной только на первый взгляд. Наталья-следователь по особо важным делам коррупционной и экономической направленности. Мне нравится и общение с людьми, и расследование, выявление фактов совершенных преступлений. Много приходится думать, анализировать, отрабатывать различные версии. Именно вот этот труд, который зачастую может быть больше умственной в связи с расследуемой категорией дел, мне интересен. Наталья недавно вышла из декрета после рождения второго ребенка. Говорит, что в работу влилась буквально за неделю. Тут же следователя отправили в командировку в Крым. Там сотрудниками ФСБ был задержан мошенник. Еще в 2010 году в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Четыре года мужчина находился в международном розыске. А дело в отношении его в производстве у следователя Сафонкиной. Семья за Наталью очень переживала, особенно старший сын. В связи с ситуацией на Украине очень переживал. И потом разговаривали с его учительницей. Она говорит, что говорит, как на передовой была, докладывала все передвижения, что мама села в самолет, полетела, приземлилась, что летела не над Украиной, все нормально долетело. То есть старший ребенок, да, уже это как бы чувствует и старается, так сказать, это соответствовать маминому образу. Строгая, внимательная. Такая она на работе. Дома Наталья заботливая жена и мама. Любит готовить и каждую свободную минуту уделяет детям. И это не для красного словца. С ее занятостью в будний счет времени за пределами этого кабинета действительно идет на минуту. В выходные дни я стараюсь проводить с детьми, гулять, развлекать их, уделять внимание, потому что в связи с такой работой в будни приходится уделять очень мало времени. Одна в садике, другой в школе. Вот и 8 марта. Не просто праздник весны. Для женщин в форме это еще и возможность надеть красивое платье и посвятить целый день любимой семье. Какой для вас лучший подарок на 8 марта? Внимание. Внимание. То есть сам подарок для меня не важен. Главное, чтобы было внимание. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»